К молодым людям нельзя относиться свысока. Очень может быть, что повзрослев, они станут выдающимися мужами. Так считал выдающийся древний китайский мыслитель и философ Конфуций. Программа от первого лица на ваших экранах. Здравствуйте. Какая она молодежь 21 века и какие основные принципы молодежной политики в регионе. Эту тему будем сегодня обсуждать с нашим гостем. С большим удовольствием вам его представляю. Это депутат городской думы, председатель движения «Экосистема» по Вологодской области Андрей Гуляев. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте начнем. Вот на ваш взгляд, отцы и дети, проблема стара как мир. Старшее поколение не понимает молодых, говорит, что они несерьезные, что нет у них никакой-то глубины. Ну, вот на ваш взгляд, какое оно поколение 21 века? Поколение 21 века, ну, вот если мы берем тех, кто уже родился реально в 21 веке, да, их нас называют зумеры, насколько я помню, да. Довольно-таки интересные люди, да, вот мне в сфере своей деятельности общественной, да, приходится, вернее, я рад с ними работать, да, не приходится. И очень интересно, они отличаются все-таки от нас, да, вот от детей 80-х, 90-х. И вот эти отличия, они, скажем, очень полезно знать тем, кто пытается или работает с этой молодежью, потому что, например, они не воспринимают совершенно авторитарного управления над собой, да, то есть им нужен не какой-то там босс, а им нужен наставник. Вот именно наставников они уже берут, так скажем, в авторитет, да, и вот уважают, и дальше уже можно с ними работать. Ну, вот, Андрей, хотел бы поговорить про движение экосистемы, которое вы возглавляете. Вот насколько много у вас там молодых людей, которых вот действительно волнует проблемы экологии? Ну, вообще, движение экосистемы было, скажем так, создано по поручению президента Владимира Владимировича, и, в общем-то, оно было создано объединить все существующие крупные, не очень крупные общественные экологические, ну, с экологической направленностью движения под общий такой вот, под общим флагом, да, и оно называется экосистема. И большинство из этих движений, оно как раз-таки молодежной направленности, да, то есть, скажем так, основной, основной движущей силой является молодежь, и мы также, мы не ограничиваем, да, у нас есть, конечно, направление по работе с детьми, у нас есть очень большой спектр для взрослых уже, людей, которые перешли через границу 35+, да, вот, но все же основной акцент вот именно сделан на молодежь, то есть, это мы понимаем, да, это 18-35. Ну, это будущее страны. Ну, это все на самом деле, да. А вот если посмотреть, вот опять же, к вашему движению, вот вы занимаетесь только проблемами экологии, или вы, у вас вот какой-то более широкий спектр деятельности? Ну, вообще, конечно, нет, потому что мы, если будем заниматься проблемами экологии, то это тоже очень-очень узко, да, то есть, ну что, во-первых, это общественное движение, во-вторых, у нас даже в основном манифесте, да, скажем так, первоначальном, который мы задекларировали, было объявлено, что это, в первую очередь, патриотическое движение. На самом деле, я всегда повторяю, и до того, как стал председателем по Вологодской области движения экосистемы, гораздо раньше, что именно тот, кто любит природу, защищает природу, да, словами, там, Пришвина немножко переначал, да, сейчас, вот именно он и любит свою родину, потому что, ну, как можно не любить и не быть патриотом, если ты защищаешь самое родное и дорогое, это что? Земля, земля, и на которой вот растут деревья, там живут птицы, звери и все остальное. Андрей, а как складываются вот отношения вашего движения, да, вот с городскими властями, с областью поддерживают ли вас, или говорят, да, этих экологов уже надоели? Ну, мы никому не надоедаем, потому что, на самом деле, у нас повестка, она в большей части своей позитивная, у нас направлена все-таки на экопросвещение, да, на то, что необходимо, в первую очередь, не только, скажем, движению экосистемы, но, в первую очередь, это необходимо и всем властям, потому что мы знаем, что у нас запущены программы по, значит, по раздельному сбору отходов, да, и мы также по поручению президента должны к 30-му году выйти на очень хорошие проценты, а как это сделать без экопросвещения? Никак. Потому что именно дети, молодежь, к которым мы приходим со своими уроками, беседами, мастер-классами, да, они, соответственно, являются основными жителями будущего, да, нашей страны, и к 30-му году они уже займут, скажем так, такую существенную нишу в населении. Поэтому мы дружим, разумеется, да, мы в курсе всех дел, и, соответственно, область и город нас всегда поддерживают, если есть какие-то мероприятия, да, вот, ну, буквально, вот вчера был саб-фестиваль, мы свою площадку выставляли, и у нас была номинация своя, да, поэтому в любые мероприятия мы, конечно же, включаемся, с движением первых очень активно контактируем, потому что мы знаем, что ребята из движения первых, это, ну, юнаты, там есть специально образованные отряды, которые как раз-таки и будут основой движения экосистемы, когда подрастут и захотят остаться в экологии. Вот, знаете, хотела с вами какую тему обсудить, на самом деле, вот, мы говорим, да, про город, про экосистему, но вот еще одна проблема существует, появилась у Череповца, к сожалению, демографическая ситуация не очень хорошая, и одна из причин такого положения, это то, что наша молодежь, талантливая молодежь, уезжает из города. Причин много, кто-то говорит образование, кто-то говорит, вот, досуг, кто-то говорит, вот, социальная структура городская не устраивает, и, а многие, вот, уже, в общем-то, и получив образование, тоже уезжают за лучшей жизнью куда-то в другие города. Вот, по вашему мнению, что надо сделать в городе, чтобы вот эту ситуацию как-то вот развернуть в положительное русло? Ну, на самом деле, проблема, конечно же, очень страшная, потому что мы уже меньше 300 тысяч. К сожалению, да. К сожалению, эта цифра, она такая, прям, очень была неприятная для перехода в минус, да. Понятно, что решением, просто привозом людей мы не решаем свои проблемы, да, и можем даже доставить какие-то новые себе проблемы. Поэтому важно, да, чтобы у нас молодежь и оставалась и учиться, конечно же, да, потому что мы знаем, что, к сожалению, очень часто, когда специалисты, молодежь уезжают учиться в другие города крупные, чаще всего они там и остаются. Но они не возвращаются. Но они не возвращаются, либо это очень маленький процент, и, к сожалению, это правда. А для того, чтобы остаться здесь, им ведь нужен не только университет, грубо говоря, и факультет, который их устраивает, да. Им нужно полностью вот этот весь комплекс, да, который укладывается в их вот такой вот, ну, скажем так, красивый мир, в котором они хотят жить. Ну, те стереотипы, которые они себе создали. Да, то есть они хотят, что, студгородок, да, они хотят красивые здания, там, университета, института, СПО, не важно из чего. И общежития. Конечно, да, и, конечно же, сейчас вот хорошо, что появились действующие, да, у нас программы правительства области, да, по созданию кампусов. И я знаю, что и в Череповце будет, и в Вологде создаваться такие территории. Кампусы это уже такие современные, даже не хочется называть вот этим старым словом общежития, да, ну, потому что по-нашему-то, по-нашей молодости общежития, ну, скажем так, себе были, да. Вот, и, соответственно, благодаря таким усилиям, конечно, у нас останется часть молодежи. Я надеюсь, даже у нас активная и позитивная молодежь из других соседних регионов подтянется, да. Но это ведь тоже еще только начало решения проблемы. Вот мы создали им условия, ведь на самом деле мы начинаем с самого детства, да, там вот делаем им спортивные площадки, делаем им детские сады, школы, секции, да. Вот у нас скоро, мы очень все ждем и надеемся построят театр детей и молодежи, да, вот это тоже очень важное решение. И я думаю, что не так много лет пройдет, прежде чем он у нас откроется и примет первых детей, да, в свои, скажем так, объятия. И это все элементы удержания в хорошем смысле, да, то есть такие якорьки, которые закидывает ребенок, начиная от того, что он идет в секцию, да, там где-то вот с друзьями с какими-то, тренер у него становится для него авторитетом. Они уже связи, я даже по своим детям знаю, иногда вот плачет уже там, танцы тяжело, все, да, спортивные, бальные занимаются, но тренер, подруги, и для них, для них это очень важно. Они уже вырисовали в голове свой мир, да, в котором им нравится, они живут. Дальше эта история должна продолжаться с рабочими местами, у нас знаем, проблемы нет. Вот в Череповце, вот точно не проблема, работа есть, но чтобы работать, нужно где-то жить, создавать семью. И когда у нас решается и жилищная проблема, например, да, то мы понимаем, что человек уже точно бросил здесь якорь. Ну вот я построил дом, и вряд ли я соберусь куда-то уехать. То же самое, это вот, ну единицы, наверное, готовы построить дом, потом продать его, бросить там и куда-то уехать, да. Ну может быть какие-то ситуации. Искать лучшую жизнь где-то. Поэтому вот это все мы, к счастью, наблюдаем решение большинства, во всяком случае направления идет именно в ту сторону. А по решению и правительства области, да, и в Рио-губернатора, и мэра нашего города, Вадима Евгеньевича Германова, вот эта вся структура, она выстраивается с перспективой. То есть решения, конечно, они идут точечные, может быть здесь, сейчас, да, еще что-то, но она идет на перспективу. И мы понимаем, что то, что мы сейчас делаем, оно для тех детей, которые сейчас дети, да, вот они в 30-м году уже не дети будут, к примеру, да. И мы можем думать уже, а что будет в 40-м, 50-м. Может быть нас уже это не будет касаться, да, но наши-то дети как раз в это время будут жить. То есть такой далекой перспективой все это рассматривает. Только такой далекой перспективой. То есть с одной стороны, надо здесь и сейчас, чтобы были детские сады, места в детских садах условно, да, там, ну и вот по этим всем, все известные, избитые вот эти истины, да. А с другой стороны, мы понимаем, что детям важно, когда они становятся молодежью, да, чтобы почувствовать свою самостоятельность, чтобы не ловить там где-то журавля в небе, там, ехать в Санкт-Петербург, Краснодар, там, Казань, Москва. Вот у нас же много направлений, да, сейчас выбирает молодежь. Таких раскрученных, я бы сказала. Да, это просто раскрученные. Ну, когда у нас, даже вот мои друзья, которые там когда-то в молодости оставили наш родной город, возвращаются, да, сюда, они не узнают его. Ну, даже и область целиком, вот, потому что даже вот мы видим сейчас все эти программы, там, тот же сельский асфальт, например, да, вот мы до программы даже поговорили об этом. Это же действительно, это на самом деле, когда-то давно в очень красивом месте, но с плохой дорогой, я сказал. Вот это мои слова, не конфуция. Ты едешь за рулем, смотришь на ямы, ты не замечаешь красоты. Асфальт сделали, ты поднял, выпрямился, да, ты посмотрел. То же самое пешеход, он же тоже смотрит на ямы, он посмотрел, какие красивые дома вокруг, какие виды, деревья, там, реки наши, вот эти северные, прекрасные реки. То есть, Андрей, вы прям вот видите любовь к своему месту, где ты родился, и в качественной дороге это тоже зависит. Вы понимаете, фонари есть, освещаются красивые фасады, мы любим сразу же место, да. Есть дорожки, ты можешь посмотреть на эти фасады, нет дорожек, ты ходишь, запинаешься. Вот это работает даже на таком уровне. То есть, это все в комплексе, к сожалению, нельзя просто взять и построить школу где-то на пустыре и сказать, ребят, вот вам школа, дальше как хотите. Учитесь. Учитесь, да, все, и живите в Череповце. Это так не работает. Меры поддержки какие-то есть для молодых, для молодых семей, для подрастающего нашего поколения? Что вот предусмотрено в городе, в области? Ну, меры поддержки вообще у нас не только для молодежи предусмотрены, да, их на самом деле очень много, и они постоянно. И на уровне муниципалитета, да, вот мы в городской думе принимаем постоянно дополнение к мерам поддержки. И на уровне области, разумеется, да. То есть, вот у нас проблема с врачами, у нас проблема, разумеется, с молодыми учителями. Ну, проблема с учителями, это вообще проблема всей России. То есть, тут даже в Москве... Да, и с врачами, я думаю, что это тоже проблема. Да, даже в Москве не решена проблема, потому что не профильные специалисты работают иногда на две ставки и так далее. Не иногда, а всегда, можно уже даже сказать, да, это, к сожалению, так. Поэтому, вот, единовременные выплаты, да, это же на самом деле хорошая история. Вот, я понимаю, что предлагают, там, 3 миллиона, например, единовременную выплату для врачей. Это хороший стимул для того, чтобы поехать, например, в сельскую ООП. Можно уже в квартиру. Да, или в сельское местности построить дом. Можно, ну, начать хотя бы строить дом, да, с учетом, там, различных программ для молодежи по ипотеке, по сельской ипотеке и так далее, да. То есть, это все реалистичные сценарии для людей, для молодежи, которая, там, ну, серьезно, да, взялась за ум, скажем так, и готовы вот уже здесь образовывать свою семью, строить свой дом, либо покупать квартиру. То же самое мы знаем, что по выплатам для учителей, да, и для Вологды, для Череповца. Это актуально по предметам, таким как математика, физика, да, мы знаем, что не хватает специалистов, ну, не только по ним, вот. И для них тоже предусмотрены выплаты. Поэтому для молодежи варианты развития, да, мы знаем, что для совсем юных, там, открывается, вот, ну, больше к моей, наверное, тематике, там, мне нравится вот эта история агроклассы, да. То есть, мы знаем, что во многих населенных пунктах уже есть, скажем так, кураторство от лесопромышленников, да, и они дальше уже в программу добавляют интересные какие-то предметы для того, чтобы готовить людей, в том числе, остаться на селе. Депутат городской думы, председатель движения «Экосистема» по Вологодской области Андрей Гуляев был сегодня гостем программы «От первого лица». Андрей, благодарю вас за интересную и полезную информацию и прощаюсь с вами. Всего доброго, до свидания. Прощаюсь и с вами, уважаемые зрители, до встречи в программе «От первого лица». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова